Мы уже рассказывали о том, как работает новый региональный оператор «Экотехпром». Его сотрудникам пришлось преодолеть немалые трудности, особенно в начальном периоде деятельности. А как сейчас обстоят дела? Об этом в нашем следующем репортаже. Более двух с половиной лет компания «Экотехпром» работает в Славянском районе. Региональный оператор пришел на смену предыдущей мусороуборочной компании и активизировал работу по контейнерному сбору мусора, постепенно уходя от помешочного. На контейнерных площадках появились современные пластиковые контейнеры для сбора мусора. Мы вместе с представителем управления жилищно-коммунального хозяйства проехали по целому ряду контейнерных площадок в Славянске-на-Кубани. Работа сотрудников идет четко. По установленному графику они подъезжают к площадке, опорожняют контейнеры. По словам жителей, все организовано нормально. Во всем районе более 900 контейнеров. Это и раздельный сбор, и смешанные отходы. Поселениями за это время организовано более 400 мест накопления твердых коммунальных отходов. Получается, в текущем году сельскими поселениями у нас планируется еще до конца года организовать еще около 100 мест накопления коммунальных отходов. Контейнерные площадки постепенно обустраиваются согласно необходимым требованиям. Контейнерная площадка должна состоять из бетонного основания, с трех сторон огорожена забором, профнастилом, и крыша. Но есть уточнение, что если контейнерные баки закрываются крышками, то крыша над самой площадкой, она в принципе не обязательна. Главное, чтобы просто вода не попадала в сам контейнер. В 2023 году в рамках переданных нами полномочий с финансированием сельским поселением построено порядка 46 контейнерных площадок. Также идет модернизация уже имеющихся площадок, которые исторически, скажем так, сложились на территориях поселений. И приводят их уже по нормам и в соответствии с раздельным накоплением. И в этом году мы 7 площадок уже модернизировали. И планируется докупить порядка 150 контейнеров для смешанных отходов и 46 контейнеров для раздельного накопления, это пластик. Раздельный сбор мусора – это требование времени. Есть постановление губернатора Краснодарского края по этому вопросу. И работа предстоит большая. Действует постановление губернатора нашего края номер 60 о переходе на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Это планируется провести в три этапа. Первый этап – это разделение отходов на несортированные отходы и пластик. Второй этап – это разделение отходов уже на пищевые, пластик и несортированные отходы. И третий этап, который планируется со следующего года уже начинать внедрять на территории края – это разделение отходов на отходы пищевые, пластик, стекло, бумагу и оставшиеся несортированные отходы. Разработаны планы работы на ближайшие три года, из которых ясно, сколько нужно построить контейнерных площадок, сколько необходимо контейнеров. Не менее 100 площадок в год нам нужно строить на территории нашего района, чтобы в перспективе до 26-го года закрыть этот вопрос по поводу организации сбора накопления в нашем районе. Также необходимо ежегодно приобретать порядка 200 контейнеров, это как для смешанного, ну 200 контейнеров, которые входят из смешанных отходов, для раздельного накопления пластик, стекло, бумага и модернизировать порядка 50 контейнерных площадок на территории поселения. В плане организации раздельного сбора мусора необходимо обеспечить взаимодействие с жителями, чтобы они знали, для чего это нужно, и охотно участвовали в этом, понимая, что это в наших общих интересах. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Станислав Бурбыко, программа «События»